Привет, меня зовут Софья Шиманская, и тут мы будем говорить по понятиям. Вокруг происходит много разных событий, и люди бросаются сложными словами и концепциями. Разбираемся, о чем речь, так, чтобы не попасть под статью. И сегодня это будет особенно сложно, ведь у нас самая чувствительная тема российского политического дискурса, за что в России так ненавидят геев. Почему у России так много проблем с гомосексуалами? Путин систематически произносит в негативном ключе так называемой гендерной свободы, называет трансгендерных людей то трансформерами, то трансформаторами, и всячески пытается именно на этой почве провести водораздел между правильной Россией и неправильным Западом. Насколько при этом гомосексуальность нетрадиционна для российского общества? Вообще не особо. До Петра Первого на гомосексуала в принципе смотрели сквозь пальцы. Нет, они, конечно, не могли быть видимыми и заключать браки, иметь публичные отношения. Это все еще осуждалось православной церковью. И в целом, на самом деле их положение было сравнимо с нынешним. Но в сравнении с Европой того периода это были поистине райские условия, потому что в европейских странах за гомосексуальность могли казнить по местным законам. Довольно забавно, что то, что сегодня возводится в ранг духовно-традиционных скреп в пику англосаксам, было изначально приведено, в общем-то, от англосаксов и германцев. Петр Первый вводит телесные наказания и ссылку за гомосексуальные отношения. Правда, только в армии. На весь народ это уже распространит Николай Первый. Петр буквально дублирует немецкие законы. Хотя, честно, на практике этот закон применялся редко. В поздней Российской империи некоторые гомосексуалы жили в целом довольно спокойно. Ну, то есть абсолютно всем известны отношения между Сергеем Дягилевым и Вацлавом Нежинским. Они оба были практически открытыми гомосексуалами, не особо заскрывавшими свои отношения. Их драмы активно обсуждались в артистических кругах, и все как-то это спокойно воспринимали. Небольшой тайной было и то, что великий князь Константин Романов был тоже геем. Правда, он как-то с этим внутри себя бороться пытался, но у него были какие-то отношения. Понятное дело, что речь идет о некоторой богеме. И в условной русской деревне могли бы и кочергой огреть. А может и не могли бы. Чертова знает, как там вообще эта деревня жила. Ну, например, мы можем вполне четко сказать, что к сексу до брака в деревне относились сильно проще, чем вели или тогдашние условные скрепы. Так может и тут так было. А ранние советы вообще декриминализуют гомосексуальность. Веселое было время. Жаль, недолго продлилось. Обратно гомосексуальность криминализовали. Угадаете, когда? Да, да, конечно, при Сталине. 121-я статья Уголовного кодекса РСФСР существовала до самого развала Союза. Так что, резюмируя, вопрос-то сложный. Но давайте честно, сегодня общество действительно крайне гомофобно. И таким его сделала пропаганда. В нулевых, когда от России на Евровидении поехала группа Тату, и две девочки целовались на сцене, эта европейская общественность присвистывала, что же у них там происходит за разврат в России этой. Впрочем, о девочках. Видите ли, есть такой небольшой нюанс. Лесбиянки традиционно волнуют людей несколько меньше. В этом тоже нет ничего хорошего, потому что женская гомосексуальность просто не воспринимается всерьез и считается игрой для усложнения мужчины или в ожидании этого самого мужчины. Даже если посмотреть на риторику, никто ведь не выделяет женскую гомосексуальность. Говорят, либо геи, либо гомосексуалисты. А лесбиянки где-то там, в соответствующих разделах, в соответствующих сайтах. Женщины тоже сталкиваются с агрессией, но степень терпимости к мужской гомосексуальности гораздо ниже. Почему? Из-за тюрьмы, конечно. В современном дискурсе вообще как-то принято забывать, что Россия так-то страна глубоко криминальной культуры. А как ей не быть? Простите, если половина сидела, другая храняла, а потом все эти наследнички, запрещенные у Е-культуры, выползли в люди и расселись нулевые по разным высоким постам, принимающим решения. Гомосексуальные связи в тюремной культуре популярны. Одновременно и нормальные, и унизительные в зависимости от позиции. Да, гомофобия развивала и обостряла пропаганда, но у нее была благодатная почва. У нас был шанс развернуться в другую сторону, но гомосексуалов решили сделать универсальной удобной пугалкой. Почему именно гомосексуалов? Понятное дело, что это один из ключевых маркеров патриархально-традиционного мира, которым они апеллируют, когда воюют с миром свободным и новым. Но ведь таких маркеров-то много. Это может быть запрет абортов, запрет разводов, телесные наказания для детей, да хоть выступление против частной собственности для женщин, чем черт не шутит. Все, что написано в домострое, в конце концов. И все это разными окольными путями, кроме собственности, упоминается и даже вяло продавливается, но далеко не так активно муссируется в общественной риторике. А выбирают именно гомосексуалов. На них сыплются все шишки и им приписываются все грехи мира. Дело в том, что в российском обществе практически невозможно навязать весь остальной список, потому что общество у нас довольно светское и уже очень давно. Работающие женщины так уже больше века. Разводы запрещать? Серийная моногамия абсолютно нормальна для россиян. Тут никто за брак не держится. В этом году количество разводов весной было больше, чем браков. А шутки про первого молочного мужа – это часть народного фольклора. Да и сам президент разведен. Что еще? Запрет абортов? Чтобы не пыталась навязать православная церковь, Россия обожает аборты. Ну ладно, не обожает, но относится к ним совершенно нейтрально. Слишком много в этой стране было сложных времен, когда ребенка рожать было, ну, как бы так немножко не время. Остаются гомосексуалы. Их мало, они не так видимы. Гомосексуальность по понятным причинам не является какой-то общей практикой. Плюс они другие, легко формировать ненависть к другим. Зачем? Вопрос философский. Нет, честно, я на самом деле не очень понимаю. Ну, то есть мы знаем, что у людей во власти есть внятная цель – зарабатывать бабло. Мешают ли им гомосексуалы? Да кажется, не особо. Но это как будто бы аргумент из прошлого. Как мы видим, просто зарабатывать бабло им стало уже скучно, и они придумали себе новые цели в жизни – развлекаться. А нам с этим жить. Так что подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми любителями истории. Чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!